это новый набор 2020 года против самолета 2014 обязательно один такой вот клинок генерал крипто кай и сам самолет самолет 2014 года против самолета 2020 года появился еще один миндроид и пушка появилась из добрых появился лойд и сам лобор честно говоря вообще-то пожирнил самолеты вообще разве они похожи ну да есть такой где-то глубоко-глубоко в душе да очень глубоко на то что было раньше тут открывается крышка кабина пилота да можно выстрелить и когда вы поднимаете в кабину то и двигаются крылья размер у него 43 сантиметра на 34 сантиметра достаточно большие да итак открываем я думаю что набор не должен быть очень большой в котором собирается ниндроид четвертый пакет третий пакет и второй пакет инструкция ребят смотрите вот такая вот он истребитель кая 2020 года со всеми своими пушками фигурками и прочими аксессуарами и он суперский я не могу сказать что он прикольный он суперский реально большой массивный эффектно да сделано это серебряными ножками сам самолет кай двое андроида флойд это классно он однозначно больше то есть вот это место однозначно более детально проработано однозначно более интересные сборки и более такой сложной красивые ну вообще эффектно это новый самолет это старый самолет в первом наборе 2014 года есть генерал криптор красный клинок кай и самолет ну смотрите кай вот он там внутри самолета сидит и генерал криптор и собственно говоря сам самолет а в наборе 2020 года по легоси есть пушка самолет кай лодь ниндроид и ниндроид здесь больше деталей здесь больше фигурок здесь более эффектно сгибается крылья пушка входят и мигаться он такой более продуманный более проработанной более эффектный более большой более красивый когда у нас был старый самолет нам казалось что он крутой но когда появился новый до что но это покруче будет поэтому я считаю что это успех легосов так сделать то же самое но лучше это вообще не так просто как вы знаете ребят да это настоящая legacy legacy по третьему сезону набор 7704 8 плюс однозначно видно что этот проще меньше и как бы более такой выглядит не так эффектно а здесь вот все как бы все покруче более детально проработанной более интересно ну чё впечатляющие молодцы леговцы хвалим отличная работа ребят молодцы раз еще раз давай смотрите кабина сгибается крылья расправляются сгибается кабина наклоняется крылья так так он летит потом переходит такой боевой режим крылья расправляются стартует детально проработана более массивно посмотрите те же самые хвосты это как-то по-другому сделаны вот так вот самолет выглядит сзади один другой не знаю как вам но мне он очень понравился и не взять его я не смог у него точно так же сохранилась как и здесь вот такой же был меч с этой стороны и здесь этот меч сохранился больше стал больше стал то есть они по размеру как был ух ты ребят смотрите точно я ведь и не заметил то есть он однозначно как бы стал побольше да видите да ребят мне тут как-то жалко даже не дро так стало потому что у них какая-то маленькая пушечка которая еле держится и и не может быть даже сами не знают кто из них капитан как всегда почему-то не андроидов обижает им всегда дают мало силы они дают много согласись что это немножко несправедливо да ведь ну по размерам тимка хорошо вам сейчас показал что крылья больше и кабина тоже больше и двигатели как-то мощнее мне кажется смотрится и по длине он тоже значительно больше вы видите как он выбирает по длине да димка и механизм выдвигания такой интересный так что мне кажется однозначно леговцы сделали отличное решение но вот эта подставка снизу к про которую ты мне сказал она как бы если чё и можете убрать если она вам не нравится или сделать свою давить это же не мешает ничего у нас же конструктор хотим делаем хоть хотим хоть колеса приделаем дать ему будет ездящий самолет вообще не проблема никакая давайте сравним двигатели вот еще раз посмотрите как двигатели устроены вот в этом самолете они вот такие и как они здесь более эффектно сделаны стильные с такими элементами уже полукруглыми они просто как квадратные кубики здесь вот как бы на крыле вот такой треугольник сделан которого в старом точно не было давить ну вот это место смотри а старым такого нету ведет да и двигатель так более четко проработанный рисунок есть тоже все красиво а эти поворачиваются хвосты то у него как-то наклоняться они умеют они могут просто так вот сложиться на тут не могут если просто супер классно великолепен и вот такая задумка прикольная пришла воспроизвести этот набор и они удачно его реализовали да понимаешь он теперь передо мной собраны конечно может ниндроидов они как-то не очень сделали да ладно нормальный ниндроид не придирайся все хорошо суперский набор рекомендуем да да вот не знаю что вот вам больше понравится внедорожник молнии дар судьбы или этот самолет мне почему-то нравится этот самолет ну дар судьбы то у Тимки то все время стоит на диване он его видите не отпускает он мне тоже очень-очень-очень нравится да он постоянно как бы на него смотрит потому что дар судьбы крутой но самолет своей весовой категории средних наборов тоже вполне достойный это новый коллеги все новое легоси костюм новое легоси костюм были только у лойда джей я и кого остальные были старые да вот появился новый легоси костюм у кай ну чё совсем не похоже да или чё маски чуть-чуть заерошенные волосы но не настолько как раньше и костюм совсем другого цвета причем здесь прорисованные ноги а в старом костюме были нет руки стали желтыми а были красными ну и символ хоть и сохранил как бы свое напоминание да посмотрите им к то есть это как бы получается дракон да у нас с тобой лет лет он стал как бы больше и более прорисованный чем был 2014 году то есть вот за шесть лет легоси научились делать вот так как-то пояс более прорисован да и и знак знак на спине так как бы более интересный и воротник более с точками детально сделан ну и руки то что разного цвета наверное все таки это больше хорошо очень плохо ну а что касается волос то конечно тут волосы у них заерошены у нового значительно больше чем у старого еще выше поднялись карантин замучил согласен с тобой на груди у них как был значок к я так и остался да только он переместился с центра посмотрите на левую сторону до глаза тоже брови изменились посмотрите видишь только брови 2 лицо появилась да ты чё ну показывай тогда другой стороне его лица он бодр и весел суши тимка такое впечатление что шрам переместился на другую сторону или это мне кажется ну-ка взгляни сам ну видимо у него тот шрам зажил и ему новый шрам сделали только на другую сторону то раньше он был на лев глазу а теперь стал на правом или это обман зрения или чё я не понимаю папа какое обман зрения ты чё ты недавно к врачу ходил ну то что брови у него стали более такие высвешившие это точно сразу видно бросается в глаза да ну вот так что лицо кая тоже сменилось за это время и у вас есть ребят возможность реально это самим увидеть вообще мне очень очень и очень нравится кай ну то есть как бы он такой прикольный красный особенно у него ноги новые появились не знаю как но леговцам прилетают все больше и больше хороших фантазий лой гармадон своем костюме по лего си 3 у каждого низа по две серебряные кота ребят ну чтобы вот вам было удобно смотреть тимка специально их поставил два избушка избушка поверните к лесу задом и ко мне передом в этом наборе лойд входит а в том наборе лойд не входит не входит но мы все равно рады его здесь видеть вот такая фигурка почему ты здесь красивый костюм зеленого цвета желтые руки длинные волосы маска на лице но мы не знаем что говорить про этого лойда ну вот ну про лойда уже через все знают то стоит добрый пацан он когда-то не команду собрал когда-то на себя это командование командой все его любят все его знают кто смотрит он одновременно улыбается и грустит красивая надпись такая на груди знак лойда слева и чего таким как дракон или что это у нас это у него дракон и дракон на спине ниндроид ни у одного ниндроида нету наплечников кроме генерала криптера эти ниндроиды как раз и отличаются 1 и 2 что у первого есть наплечники а у второго нет по названиям они называются просто ниндроид воин старом наборе именно генерал криптер входил правильно я он какой-то не такой когда у него была ракетная установка две катаны за спиной наплечник короче он просто вот был суперский все оружие а тут у него просто какая-то пила как бы ну вот здесь есть пушка из которой он стреляет обыкновенного воина до ниндроида воина но не другие стали не похожа да я четко вижу что у них разные руки то этого была рука серая и черная а у этого какая-то серая и фиолетовая однозначно разные тела про спину пока ничего сказать не могу не вижу ее да но а маски как кажется похожие вроде как сделаны на самом деле одинаковые то что мы были расписные да с принтами а здесь как бы штаны у него просто обыкновенные черные вот знаете что не хочу опять называть это шмегаси но честно говоря мне вот это начинает не нравится а посмотри какую какого были те как сказать ну нагрудник какой был у него так красивый тут какая какой-то рисунок сделан такие плечи опущены одно одно другое 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 и здесь у байкера взяли просто это в лесник и его нацепили и все готово может поэтому они постеснялись его назвать генерал крипто а назвали просто воин ниндроида я вначале думал что лековцы над нами смеются вот мы выпустили двухстороннее лицо нет они не смеются они настойчиво решили так делать лего зачем зачем нет тимух ну смотри у него действительно двухстороннее лицо правильно рисунок стал посложнее тут какая-то более такая нам более шестеренка стала большего размера и дополнительный лицо появилось не хотят создавать точные копии тех фигурок да ведь смотрите вот генерал крипто на которую я сейчас не успел нас вот воин ниндроид у ниндроидов это главное тело ноги и маска потому что лицо можно даже черное поставить у него будет одно один киберглаз зачем они сделали второе лицо зачем для чего да когда он по идее должен всегда ходить в этой маске я правильно как ему понимать но по разрисовке тела чё скажешь как она тебе с одной стороны у старых конечно там вот эти провода отручат но все-таки тут тоже прикольно ну то есть в кейле думаешь не проиграли да как бы немножко эти рука тоже смотрите сделано симметрично черная стала была правая стала левой а серая была левой стала правой да но они как бы хотят сделать похоже но чуть-чуть отличающиеся да не знаю как будет самолета но хочу чтобы самолет они не выворачивали наизнанку ну а с ногами я тебе скажу вообще коллапс конечно ну чё это просто черные ноги любые ставь и подходит никакого рисунка ничего они ну вот это вот хотя бы вот небольшой вот рисуночек может был внести ну чё уж такая халява вообще даже лень такая или чё это какое-то пренебрежение принты бы на боках бы тоже неплохо было бы нанести да тимка принципе сама по себе фигурка неплохая сделан то ведь она и целом неплохо да я тимка вот и маска принципе как мне кажется похоже ну практически со стопроцентной вероятностью да на и общей пропасы соблюдены то есть они как бы старались сделать похоже ну вот немножко внесли ты сказать свои отличия просто спокойно открыл пакет ничего не думал и это еще что-либо дни наплесники яга зачем мне больше не надо генерала смотрите на картинке нарисовали то что тут один бот с наплесниками и один без я пролистал всю инструкцию и и ничего не нашел то есть там должен был быть один такой бот с наплесниками теперь получается они тимка вообще не отличается друг от друга да так они хоть наплесниками отличались а тут получается что и даже и наплесники в пакет положили что даже и теперь разница вообще между ними не найдешь да я так понимаю они абсолютно похожи и собственно смысла разглядывать второго неандроида никакого нет смотрите сами один копия другого поэтому давайте тогда с этими нендроида закончим и посмотрим что у нас дальше мы смотрим пушку вот с пушкой по моему они не подключают да по моему пушка удачная получилась ребят пушку они почему-то правильно сделали нормально и наверное они хотели сделать такую же лазерную пушку двойную как и в наборе внедорожник и ну робот а там чего какая-то двойная лазерная пушка это мне тоже нравится она как-то очень просто и эффектно сделано в таких фиолетовых цветах для сверху меч такой стильный сделан внизу вот нарисована такая картинка и опоры мне очень понравились в опорах они сделаны применили но детальку нового цвета она серебристая слушайте как она не поворачивается ничего себе вот это ребят мину учу могли бы поворачивающиеся сделать чушь так то конечно да прикольно было бы чтобы она еще и поворачивалась но все-таки мне не очень понравилось бы если бы она поворачивалась если бы крутилась да все равно кабина она даже длиннее больше чем самолет это пол самолета кабина тут она реально гигантская и вот снова она будет наверное просто не знаю какая то есть если она по размеру как бы может быть и такая же как я говорю но по объему она побольше да будет в той кабине вообще ничего не было там просто кай сидел конечно ему вроде бы нормально было но у него не было никаких рычагов управления ничего не было а здесь у него появился пульт какой-то да такой с оранжевой кнопкой сама панель вот она почему-то больше да она как бы при тех же размеров стало больше причем внутри у нее сбоку так как бы красиво сделано вот эти элементы стали получше очень расширенного мячи здесь они были вот совсем рядом друг другом стояли а здесь они смотри с каким расстоянием стоят и это же ничего смотрится да ну тоже серебряная эта штучка спереди и вот сами сравнивайте это серебряная штучка на то есть кинку уже видите и стекло приделал оказывается ребят ну вот теперь то уж точно можно сравнить полноценно да ну то есть да да кабина кабина прикольно не хватает но это кабина не знаю как ее можно было сделать но у нее тут большинство деталей просто из ниоткуда взялись и они сюда очень хорошо даже подошли и вот этот элемент острый в начале кабины тоже смотрится эффектно у меня получается вот такая вот штуковина она умеет двигаться там есть специальная цеплялка с одной стороны и держалка с другой стороны вот так вот ее наверное зацепят все будет в порядке уже смотрите три крупных деталей которые тимка собрал то есть это кабина и две вот таких тоже конструкции сейчас нам тимка покажет чё к чему смотрите какая сложная конструкция да вот видите она тут с такими дырками явно для того чтобы все это крепилось и здесь вот собственно сам механизм движения мы будем ходить вот за эту пимпочку когда мы будем дергать да и крылья тоже смотрите они вот уже вот так вот сделано они тоже двигаются ну-ка покорти их они крутятся они свободно ходят да вот этот фюзеляж мы сейчас будем стыковать с вот этими крыльями ну давайте мог так берем ух ты то есть они не в конец ставятся куда-то прямо в середину так смотрите ого чувствуете для чего это сделано я допетрил уже ребят а вы тимка ты допетрил смотрите как прочно все и надежно собирается у лего молодцы ребят здорово придумано то есть получилось что здесь мы насадили на эту подвижную часть и здесь мы насадили на подвижную часть и теперь когда мы будем двигать фюзеляж крылья будут ходить вместе с ним ну-ка чувствуете отлично ну теперь вот все понятно давай а вот это видимо будут как раз воздухозаборники в которых воздух будет забираться они будут вот сюда пристыкованы с этой стороны и с этой а здесь пристыковаться кабина и через вот эту через вот этот элемент и будет собственно говоря наверно осуществляться все движение я не вижу у тимки получается что-то очень очень усложненное я бы сказал запутанное много детальное я бы выразился прямо конструкция совершенно непростая не так как было в старом наборе мне кажется здесь детали просто очень очень много они все как будут друг другом переплетаются и взаимодействует так вот получается как вот так очень красиво так вот детализировано я бы сказал красивый детализированный эффект надо есть на черный с красным все хорошо сочетается ну вот этот знак кая видите да узнаете его здесь было все гораздо проще здесь все еще ничего подобного не было то есть такой сложнятиной даже и не пахло ну да были вот такие круглые детали снимка пристыковал двигатели он их собрал отдельно причем смотрите они какие с угловатыми раньше они были просто вот не знаю вот просто рисунок да был внутри сделан вот так вот просто был сделан рисунок внутри а сейчас это сделано вот такими уголками причем тоже с наклейками и тимка их пристыковал вот видите вот таким образом здесь и крепилки и вот он так раз и собрал и теперь все это будет крепиться кабина обратите внимание сначала внизу что-то тимка зацепляет готово да готово теперь первое чудо природы раздвигай при нагибании кабины видите крылья начинает тоже двигаться в сторону посмотрите я как бы нагибаю это часть начинает движение крылья тоже начинает движение видите крылья двигаться смотрите она снизу тимка зацепил снизу где а снизу вот на этот 4 он зацепил а сверху вот на этот и вот это просто я не знаю это суперский ну это как-то странно тебе не кажется что она так и крылья и крылья кирки ну чё в принципе нормальная идея да смотрите это уже выглядит слишком внушительно если без крыльев он же больше чем этот чтобы искали ему существенно длиннее да видите ребят по длине там стал поболее дальше у нас последняя пристыковая моя деталь и по сути дело все крыло готово пристыковано спасибо тимка за рассказ мне кажется очень было интересно сравнить что было и что стало через шесть лет да как все изменилось в лучшую сторону теперь хотя это мы редко говорим что в лучшую сторону менять или в лучшую сторону поменялось спасибо олеговцам что они сделали такие усилия над собой и создали такой прекрасный самолет ну чё полетели да но перед этим я с вами попрощаюсь я с вами прощаюсь всем пока пока ему пока счастливого полета таки вот истребители кая атакую кушку огонь 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 давай огонь ой ой